дальше подписчики чем еще реально жесткие истории рассказывать про клоака малей я вам могу рассказать я пока но типа я до сих пор ну думаю про обращаюсь к клоакам алей о том что все что вы скажете может быть и будет использована против вас в дисе поэтому говорите поменьше за это время пока меня не было произошла всякая хуета я вообще мне очень обидно то что за дело игоря и почему-то возмущен был ситуацией я больше всего глоака мал малей разговаривал со мной а в итоге я пересмотрел и чё клоака моли говорил и чё говорил блять еще новый появился это вообще тоже это отдельная история вам сейчас дам порофлить я объясню что там происходило стоп стоп досмотри до конца лол steam market это торговая площадка где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность а также собирает актуальную о нем информацию сделка пройдет гарантированно честно а если возникнут какие-то проблемы то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии ссылка в описании короче напали на игре у меня сложилось про гуакамоле ну вообще очень такое достаточно негативное реальное отношение я посмотрел реакцию еще там всяких разных часов на вот в том числе и стентастин главный конфликтолог или стен говорит то что типа это вообще хуйня конфликте по полная залупа с чем я вроде как бы и согласен потому что я просто высказал свое типа недовольство ну ситуации вот все я вот сказал вот ну типа я ну я и изначально это не конфликт я просто назвал своим здравшим врагом интернета нахуй ну вот я я не рассчитывал там прикол такой что он начал отвечать и вот когда уже начинаются ответы он начал отвечать сразу с криком каким-то то есть сразу к и какой-то пошел и она пошло одно за другое цепляться и потом самое главное ну чем не было кому ли реально не понравилось во первых у меня есть ощущение что ну он выкручивает он выкручивает как-то под себя постоянно факты и он просто говорит там типа хуйню какую-то что выдумывает на ходу что я я ставлю себя выше своих подписчиков и еще мне не нравятся всякие выкручивания типа он говорит ебать смысле у тебя не детская аудитория нахуй а вот твоя детская аудитория и открывает мой канал пятерка нахуй он именно канал с майнкрафтом открывает типа он не открывает мой канал на twitch и он не открывает мой канал fuga tv на котором я стримлю и на котором у меня стримовая аудитория он именно открывает майнкрафтовский канал и делает обзор на него блять то есть он он впечатление обо мне для своей ну короче у него постоянные какие-то подмены я думаю, нахуй он напал, типа, на Игоря. Почему он больше начал про Игоря говорить, то, что, блядь, Игорь там мой подсос, шестерка, вся хуйня, пусть я с Игорем ебусь в жопу. Причем тут Игорь, если изначально, ну, я свое недовольство высказал, и мое недовольство было в том, что он забил на Соню, забил на Игоря и начал общаться только со мной, да? Вот. И начал до меня доебываться что-то там с боссом со мной выяснять, хотя вот рядом люди стоят. И знаете, что он в этот раз делал? Он сделал выбор в сторону Игоря, и, ну, у меня просто, опять же, просто предположение то, что просто потому, что Игоря легче захуярить, потому что у него меньше подписчиков. Ну, вот. Одно дело со мной на стриме разбираться, когда у меня прямой эфир, когда я пожинаю хайп, показываю статуэтку, и у меня примерно столько же зрителей, сколько у него, да? И подписчиков на Твиче больше, ну, не в два раза, ну, в полтора раза больше, чем у него. Или нахуй доебаться до Игоря, где Игорь просто болеет и нахуй в Телеграме может просто текстом писать. Вот. Ну, какая-то реально хуйня. Вот. Я вот по поводу того, что он лично извинился, я еще не в курсе. И потом я, это все подводка, всплывает какой-то чел, который решил нахуй дохавать. Вот это, это вообще пиздец. В особенности меня разъебало, что он начал говорить нахуй. Короче, рассказываю вам теперь полностью историю про этого чела. У Игоря такой же пиджак, точнее, у чела такой же пиджак, как у Игоря. У Игоря обложки с этим пиджаком, фотки с этим пиджаком, стримы дня рождения с этим пиджаком, блядь, карточка музыкантов Яндекс.Музыки с этим пиджаком. И я этот пиджак еще хотел у Игоря спиздить, чтобы мне сшили точно такой же. В итоге мне Игорь перед еще всей поездкой кидает фотка этого чувака с этим пиджаком и говорит, я нахуй в своем пиджаке не поеду. И дальше, блядь, это пиздец. Короче, вот этот чел был вот в этом пиджаке. Все нормально тоже. И увидел сегодня пост Мелшера и вот что хочу сказать. Не тебе рот открывать. Серьезно. Повезло тебе, что я пацифист и в целом конфликты с рукоприкладством не мое. Чтобы вы понимали, сперва он порофлил с того, что у нас похожие пиджаки. Ну и я рофлами ответил. И в целом думал все ок. Но видать через пару стаканов того и другого Мелшер, помимо своей фразы я с тобой не общаюсь, начал лезть ко мне сосаться. Причем настойчиво и несколько раз. Я в последний раз уже объяснил. Короче, я когда это читал, я, сука, уже меня до слез разъебывало с того, что ну мы нахуй гении, блядь. Во-первых, сука, я чела, блядь, этого нахуй Куде на сцене, блядь, целую. Дальше Куде. Ну, я не видел, чтоб Игорь целовался на сцене, но я вам рассказываю теперь, как все это было. Мы, короче, стоим, нас и мы еще в тамбуре. Еще нету красной дорожки. И нету стаканов того и другого. Еще ничего нету. Там только воду бесплатно выдавали, за что респект, потому что было жарковато нахуй. Вот. И мы стоим, и нам нечего делать нахуй. И мы просто, ну, как бы обсуждаем всякую хуйню. И тут я говорю, ну, я просто Игоря байчу на пранк. Я говорю, слушай, вот у него такой же пиджак. Ты можешь просто к нему подойти сейчас и сказать, что ты с ним не разговариваешь и уйти нахуй? Ну, просто чтобы смешно было. Игорь говорит, нехуй делать. Просто подходит к Чулу, а он стоит с кем-то разговаривает. Он просто подходит к Чулу, говорит, я с тобой не разговариваю. И уходит. Вот это, блядь, это просто прикол нахуй. Мега прикол, блядь. Вот, ебать. И этот чел решил выдать какой-то пост, то, что, блядь, после каких-то, блядь, бокалов нахуй, вот это вот, того сего нахуй. Тогда еще даже не было алкоголя, блядь. Вот. И, ну, блядь, там весь был прикол построен просто на одинаковых пиджаках. Вот. И типа Игорь, типа Игорь на него обиделся из-за одинаковых пиджаков. Они друг друга до этого нахуй не знали. После этого бы они друг друга нахуй не знали, блядь. Ну, вот. Игорь просто из-за одинаковых пиджаков подходит и говорит, я с тобой не разговариваю. И уходит нахуй. И чел обиделся, блядь. И начал какую-то хуйню нести. Чтоб вы понимали, вот, ну, я, опять же, у меня, меня гордость берет, да, вот из-за вот этих вот всех хуйнь, вот этих всех разборок, потому что, блядь, вы видели, нахуй, где-то 1200 комментариев. Вот. Все срут друг друга. Кто-то за меня, кто-то не за меня, нахуй. Там, блядь, ну, меня, блядь, ну, это еще тоже вопросы есть к тем, кто меня срет. Блядь, ну, называть меня шестеркой это, типа, низший уровень юмора. Ну, типа, вообще надо позаниматься и какие-то более остроумные приколы придумывать, нежели шестерка и попка. Я бы просто бы попросил иметь ко мне уважение, да, и все-таки шутить ради меня по, ну, получше. Не уровнем детсадовца. Потому что, ну, вот, уровень ассоциаций таких вот с подменой одной буквы, это вот у меня в детском садике шутили то, что я баран, потому что у меня фамилия Баранов. А теперь у меня шутят то, что я шестерка, потому что у меня никнейм пятерка. Очень, блядь, остроумно и охуенно. Но пошла какая-то хуйня, блядь, тысяча, блядь, почти, ой, сто тысяч почти просмотров на этой хуйне. И тут срут меня, нахуй, срут его, с Игоря приплетают. Тут все окей. Выходит пост вот с этим чуваком, который просто решил доесть, вот, и у него этот, ему же в коме, ты чаще всего пишут, блядь, чел, ты реально доесть пришел, ты, типа, долбоеб. Че за хуйню ты несешь, блядь? К тебе подошли и сказали, что ты, типа, с тобой не разговариваю, ты реально, типа, ну, нормальный. Ну вот. Ну, блядь, ну, сука, ну вы посмотрите, что у него за доводы, блядь. Но видать, через пару стаканов того и другого, Мелшер, помимо своей фразы, я с тобой не общаюсь, ебать, так вы и не общаетесь. Он просто пришел и заявил факт. Вы, типа, дружили до этого? Я в первый раз, нахуй, вижу, кто это такой. Броли, ну, блядь, ну вы прикиньте, ты стоишь такой, к тебе просто подходит чел и говорит, я с тобой не разговариваю. И уходит. Блядь, просто, ну, ладно, типа, окей, нахуй. Ну вот. Ну, такая чисто темка. Подразъебала, смешно. Вот. И дальше он загоняет, ебать, нахуй. В целом, блядь, я рано, блядь, покинул, нахуй, как его, мероприятие, потому что, блядь, разболелось горло, а так конфликт мог зайти в другую сторону. Я говорю, куда, нахуй? Он еще что-то загоняет, то, что здесь, то, что он против рукоприкладства. Какое нахуй рукоприкладство? Чел сказал, что он с тобой не разговаривает, блядь, и хотел тебя поцеловать. Он, наоборот, любовь проявлял, блядь. Какой, куда он мог, нахуй, зайти этот конфликт? Че бы, нахуй, было? Че, чисто поножовщина, нахуй. Стримеры устроили поножовщину из-за того, что один, блядь, другого хотел поцеловать, ебта. Чего? Нахуй! Не, вот это, это доедалово реально тотального уровня, сука. Я так за MC Max'ом не доедал, нахуй, как этот чел за нами доедает. Это вообще пиздец, нахуй. Вот. Ну, все, охуенно. Вот. Ну, и мне реально грустно то, что Игоря задело, блядь. Ну, как бы, может быть, ему наоборот прикольно от этого, вот. Но, блядь, это моя, нахуй, хайпулина, ёпта, это я начал разогревать. Че за нахуй? Как тут Игорь оказался вообще в этой системе, блядь? Вот. Посмотреть надо. Сейчас смотрю, фиксирую. Блядь. Он уже на эмоциях, естественно. Но на самом деле панчлайн его примерно понятен, что он приходит на премию, он довольный, он, как бы, расплыл, он хочет делать шоу, он ворвался с определенным контентом, в определенном своем образе, да, в этой шубе, с миллионом этих часов, с тростью. Он действительно подошел с... Не один. Он подошел еще с девушкой, он подошел еще со своим там коллегой, да, и по факту действительно на любой там... Эм... Вопрос... Ёбаный твич, блядь! Или на любую... Да подожди ты! Ёпта, я только заметил! Ебучий твич, нахуй! Да, блядь, ну че за хуйня, блядь! Я вообще не понимаю, блядь! Нет, давайте я объясню. Ну, скорее всего, меня не забанят за эту хуйню. Но рекламодатели, блядь, дают за такое пиздюле. Я серьезно говорю. Но я не контролирую. Я просто сижу на площадке, мне сиськи в реках. Они обещали то, что в рекомендациях не будет таких картинок. Когда обновляли эти правила, блядь! Что в рекомендациях этих картинок не будет, блядь! Я уже контекст разговора забыл. Какую-то возможность там как-то себя проявить. Он получает жесткий панч и... Как бы, ну, непонятно. Да нет, да не жесткий этот панч. Ну, типа, блядь, ну, окей. Ну, допустим, он босс. Тут все видно, кто босс. Тут прикол такой, что он забивает на гостей. Ну, в принципе, что в удуше сказал. Есть еще что-то у вас там, что-то вы хотели. Я не хочу это разгонять уже, типа. Аудитория не все выкупают твои рофлы. Я тебе сейчас говорю, как мнение общественности пятерка. Ну, действительно, у всех разная аудитория. Но, опять же, я говорю о том, что аудитория может быть разная. Многим я нахуй не нравлюсь. Кому-то Марк не нравится. Кому-то пятерка. Поебать. Но это мероприятие, на которое люди приглашены. И приглашены не просто так. Понимаешь, да? А ты, получается, берешь на себя организаторские обязанности. Ты встаешь на интервьюеры красной ковровой дорожки. И, соответственно, твои личные негативы и твои личные какие-то предположения, предрасположенности к неким не должны влиять. Это теперь мой новый лучший друг. Он охуел от того, как я вышел на сцену, но это теперь мой лучший друг, реально. Нихуясь у него, 17 тысяч зрелов, блядь. Все, это мой лучший друг теперь. Понимаешь, мне, например, тоже много кто не нравится, но если бы я стоял, я бы все-таки постарался дать человеку раскрыться, рассказать о себе, да, а не панчить его на любой, блядь, вопрос. Ну, типа, это правильно, блядь. Все, он мой лучший друг. Он реально мой, типа, все, это мой лучший кем. Так, а ну-ка. Я немножечко плохо вижу. Ребята, я вам серьезно говорю, вот я открываю третий клип подряд. Там одно и то же. Там в рекомендациях одно и то же. Вот сколько клипов я открываю, вот сейчас. Ну, вроде как, к разным клипам должны быть разные рекомендации. Вот я обычно, когда вот... Короче, вот третий, третий, он самый адекватный. Вот он меняется. Там он всегда разный. Вот первые два и четвертый. Всегда одно и то же. Вот у меня сейчас высвечивается, блядь. И я пытался, как бы, рассмотреть, типа, блядь, чё там за пиздец происходит, чё он там исполняет, ебать. Мне реально было интересно с точки зрения некого продакшена, типа, что этот человек может выдать. Потому что я отношусь к этому, естественно, с иронией, с шуткой, с некой, да. Блядь, мне очень нравится, как он отреагировал, блядь. Потому что я столько хуйни в стрим-инсайде начитал, блядь. Вот этот ещё, блядь, Клоакамалей, блядь, говорит о том, что, типа, ты себя ведёшь как клоун. Так, блядь, и он говорит, это шоу, нахуй. Ну, это шоу, блядь. А чё ты, блядь, хочешь? Как с элементом шоу. То есть в какой-то момент мне реально, я охуел такой, ебать, блядь, чё там творится. И немножко прищурился, чтобы увидеть чуть лучше. То есть у меня не было такого, что я сижу и думаю, чё за хуйня, типа. Блядь. Лучше бы он не рассказывал, потому что, ну, в контексте вот именно того, что он... Мне нравится эта склейка, что он сидит просто в ахуе, и тут склейка, и я просто вот эту вот хуйню танцую, и вот так... Поднимаю эту статуэтку, и в другой руке палка у меня просто блестящая. Блядь, как мем, это просто охуенно. Просто если вот с вырезанным контекстом, то есть чтобы люди просто не понимали, что происходит, происходит нахуй вакханалия. Бред, блядь. Чё за говнище, и куда я приперся. Я прекрасно понимал, куда я иду, какие персонажи здесь будут. И мне было, ну, типа, я думаю, ебать чел контента завозит. Вот это пиздец. Наверное, на стриме это выглядит угарно. И, наверное, на стриме сейчас идет лютый разъеб. Вот мои мысли на этот момент. Это не были какие-то... Он мой Х2 лучший друг. Блядь. Не, серьезно, я его до этого не знал. Он мой лучший друг Х2. Он все выкупает, все понимает. Адекватный, нормальный человек. Который еще и умеет разговаривать, не как колхозник. Восем же меня начали называть первым. Как давно ты после своей... Смотри, он уже даже... Он уже даже... Да еб твою мать! Блядь! Блядь, как она за... Я в ахуе! Я серьезно! Блядь, что мне с этим делать? Ну, что мне... Блядь, тут снизу еще! Ебаный рот! Посмотри, она в родильной позе просто сидит! Я не могу... Блядь, я сейчас скину! Я вам серьезно! Я просто открыл ниже! Блядь, посмотрите в телеге нахуй! Посмотрите нахуй на это, блядь! Вы гляньте в телеграме! Что это за хуйня? Бля, у меня слов нет! Короче, ребят, я серьезно! Я сейчас... Я рассказываю! Когда ввели эти новые правила, у меня должна была кое-какая быть интеграция, нахуй! У меня она должна была быть... Я не буду говорить, какая... У меня кое-что... Ну, должна была быть реклама! Я сижу, я просто с блюром, все время я с блюром показывал экран! Я и обсуждал! За только обсуждение с блюром, где я не показывал сам твич, потому что я еще и на ютубе параллельно снимеру, просто за обсуждение! Мне писали... Мне начали рекламодатели писать, говорят, сегодня не смей упоминать ни один бренд вообще! Заткнись! И тут... Ну, как бы... Ну, я прочитал это все, я типа окей, все в телеге, все чики-бомбони... Ну, я все понял, просто бренд не хочет с этим ассоциироваться! И тут я просто показываю экран площадки, на котором я стримлю, и мне... Ну, ну, блядь, вы посмотрите, что это? Ну, вы зачекайте, это что за прикол? Деваха в родильной позе вот так вот, просто сиськи прикрыл, и такая... Блядь. Я в ахуе нахуй! А как мне смотреть клипы на площадке, на которой, блядь, мне кидают эти клипы? Я... Ой, блядь, Я в ахуе! Да ёб твою мать, блядь! Ничего не отвечает, ты понял, он уже... Он реально охуи... Он раз панч, ему одно, он два, другой, он вроде часы дарит, ему говорят, да паль ебаная, он вроде, ты кто, а я босс, а ему говорят, да ты не босс, блядь, он... В какой-то момент он просто охуевает со всего с этого. Я когда это с телефона смотрел, я ржал, пиздец. Блядь, блядь, сука, он мой лучший друг, спасибо большое. Не, реально приятно. А, это всё, да? Всё, я реально буду ж мой лучший друг. Ой, блядь. Есть ещё у вас какие-то потрясающие клипы? Самое главное, чтобы рекомендации там были хорошие. 40 килограмм, 40, 40. Видел, что про тебя говорил в стример 5 опха, который тебе премию вручал? Что? Что он, не он думаешь, он тебе респектанул и сказал. что он твой главный фанат, фанат твоего стиля жизни. Спасибо. Ну, блин, знаете, что я хочу про пятёрку сказать? Ну, я понял, это тут с синими волосами. Я понимаю, что он там, ну, веселился, всё это, но, типа, некрасиво было, как он тебя так, ну, на сцене повёл, там, начал часы дарить, типа. Это как-то было... Да, это некрасивый поступок был, да, действительно. я против этого ничего не имею, но это просто то, что я ему там, это выглядело, как я ему не пожал руку, но он мне начал дарить часы, типа, поняли, часы начал дарить. И я сказал, брат, брат, не, не надо, спасибо, типа, спасибо, спасибо. Понимаете, я никогда в руки, ну, фейковые часы не беру. Да они не фейковые, они 300 миллионов стоят. Почему это? Чё это вообще за... Там мимо дела какие-то они зрители решали. Ну, хуй знает. Ну, как бы, мне кажется, это опять же, опять же, либо я, либо дерзко. Извиняюсь, конечно, за ЧСВ, но по мне так максимально... Я могу сказать, почему это не каша и не дерзко. Потому что это я. Вот у меня это. То есть, тут, ну, это не держит сейчас. Ни каша, ни дерзко, ни гуакамоли, никто, ничего, это я. Вот оно, вот у меня оно как бы. Как бы, такая тема. Да? Ну, так, нормально как бы, просто она. Кстати, рекомендации топовые. Сменилась четвертая вкладка рекомендаций. Вот. Тут просто GTA какое-то. Вот я просто посмотрю. Единственное, вот из моих рекомендаций, единственное, где нет сисек, это вот это. а ну-ка, просто зачекай. У этого 98 тысяч просмотров. да, есть у вас еще что-то? Кьюбайт? Он наш лучший друг. Знаешь ли ты, пятерку и Мелшера? Да еб твою мать! Ну да, это стрим. Блядь, да как заебало, это сисечная вечеринка, блядь! Стримеры у нас туда. Они стримеры из Ростова и иногда на канал Fuga TV записывают подкасты и на один из таких наших хотел бы позвать тебя, как тебе такая идея, чтобы они приехали, чтобы они или ты приехали на подкаст. Вот это вообще, ну в целом, именно на сам подкаст сходить как бы без проблем, приехать как будто чуть сложнее, но наверное возможно, ну не знаю, зависит от подкаста еще, то есть насколько я там вписываюсь. Не, на самом деле как будто не очень вписывается, но мы с Лигерем достаточно часто кьюбайта обсуждаем и когда мы в Таганрог ехали, мы постоянно говорили, типа, ну что, звоните кьюбайту, сейчас он подъедет. Ну вы такие просто по приколу. Не, ну мы знаем, но он такой, из-за того, что он еще в комьюнити там, ну, я больше шарю. Я ходил постоянно в лего-магазин, меня всегда узнает в лего-магазине, потому что я там нахуй оставлял раньше миллионы денег. И, ну и там кьюбайт тоже, типа, часто было. Они говорили, вот вы ходите, крутой, популярный, и кьюбайт ходит. Вот такая, типа, прикольная тема. Но мы рофлим с того, что он с Таганрога, типа, он близко. А ну, давай, блядь, ребята. Нейронка? Что? Кто прав в конфликте пятерки Гуа... Гуа-ка-моле и Хесуса? Так. Так. Да, это не конфликт, это просто батл. Нахуй Хесуса, пошел нахуй Гуа-ка-моле. По факту. Блин, ну, там бы было бы его лицо, но я не могу другую сцену открыть, потому что, если я открою другую сцену, на полэкрана у меня будут груди. Сейчас, ребята, просто, знаете, я прошу прощения, мне это написали сейчас в Телеграме. Вот, я сейчас быстро отвечу в Телеграме, хорошо? Сейчас. Привет, что ли, Джонни? Все, ответил Бородору, спасибо. Есть у вас еще какие-то клипы? Есть что-то еще мне? Можете сказать? А, блядь, а что он мне говорит? Блядь. Что это такое? Так, алло. Угу. Что значит, блядь, мне похуй с тобой. Знаете что? Мне вчера подошел подписчик и подарил мне такие часы на концерте. То есть, он ровно такие же часы там же, где я на Озоне заказал и подарил их мне. Вот, это, ну все, это новый мем. Может, сейчас с другого идти? Слушайте, я очень рад. Мне все нравится. Кому-то эти часы не понравились, кому-то эти часы наоборот мега понравились. Кто-то рофлит, их передаривают, вешают на елке и обсуждают просто ебучие часы. Просто часы. Это очень круто. Я не часы делаю. Блин, здорово, здорово. Здорово. Я репостну. Репостну, а ну-ка. Ой. Фух. Не, ну окей. Да, да, еще. Что у вас еще? Слушайте, меня день не было, а клипов... Если не он должен забрать мне, ну кто, это ж пиздец. А я вроде это видел. Дай, блядь. Пятерки Мелшера, слушай, ну жесткий трек, это который там этот, дис на девочку, да, по-моему. И клип тоже я посмотрел и видел трючок. Ну, бля, жестко это. Это жестко. И что касается движухи, наверное, тоже актуально это. Но что касается трека, не знаю, трек у ребят лучше, которые забрали. ЧЕГО? Поэтому, опять же, да, если мы берем по медийке охват, то медийка, Мелшера, Пятерка, вроде как проигрывают. Качество музыки и актуальность тоже, да, ну, дисовая часть, окей. Пятерки Мелшера, слушай, ну, жопа! Блядь, мне вообще, нихуя себе приятно, потому что, единственное, что я знаю об этом, челе, это то, что ты ему можешь за оценку трека задонатить 10 тысяч рублей, вот, и, а тут меня чел забесплатно обсуждает, типа, ну, это в любом случае, как бы он меня не обсуждал, хорошо или плохо, блядь, я не давал, самое главное, за это 10 тысяч рублей, think about, вот, так что, все, вообще кайф. Мелшера, ну, тут, да, Мелшер попал под горячую руку, просто, у меня в голове изначально заложено, пятерка, это сразу, блядь, Мелшер с ним комплектом, комплектом идет, блядь, да, Мелшера, что-то быканул я, ебать, аж как-то стрёмненько чуть-чуть стало, ну, блядь, ну, извините, я на секунду, его даже чуть больше зауважал, потому что я подумал, что он никогда себе не позволит, ну, какую-то свою ошибку признать, потому что у меня в голове сложилась картинка, что он, ну, типа, вообще нахуй, то есть он будет гнуть свою линию до конца, блядь, показывать мой канал на ютубе пятеркой, говорить, что я долбоеб, хотя, блядь, ну, у меня есть там твич, там все такое, прикол, нихуя, ну, на секунду зауважал, но потом спамил, все равно. Субтитры сделал DimaTorzok